И так, друзья, добрый день. Заехал официальному дилеру поменять ремни. У меня сейчас 39 тысяч пробега. В книжке, Дим, ты говоришь, написано в 20 тысяч, да? Да, в книжке написано, что надо менять в 20 тысяч, так что обратите внимание. Ну и то, что скоро весна, весна, грязь, надо будет, ну, еще, конечно, подлохматился. Ну да, видно, что подлохматился. Вот, говорю, примерно вот 39 тысяч с моим стилем езды, а так как скоро грязь, ну и надо, я думаю, заменить. И вот решили, заехали. Сейчас пойдем посмотрим, почем ремни вообще цену. Ставлю именно заводские датчики. Чтобы поменять ремень, надо снять датчик коленвала. Тут закрученный ремень. Да, смотри, на самом деле его не снимешь. То есть открутить его практически в полевых условиях, блядь, практически невозможно. Понятно. Видишь, это надо залезть сверху, ты не залезешь, снизу ты ничего не будешь разбирать. То есть в основном только удобно снизу, да, все делать? Да нет, его даже снизу, видишь, не такая просто, его не открутишь. А, все, я тебя понял, то, что неудобно, во-первых. Мы его сейчас открутим и подняем винт на болтик, чтобы в любое время ты мог ключиком открутить, на чекачку менять внизу. Все понятно. Да, смотрите, какой нюанс на самом деле. Так вот в поле что-нибудь порвется, ремешок вовремя не поменяется и есть неудобства. Так что будем менять на болт. Удобство даже, я говорю, вот машина на подъемнике у нас стоит и мы не можем его открутить. Не поймем, откуда масло. Вроде крышку протянули, но и решили поменять сальник в колену вала. Возможно, оттуда, непонятно. Пока есть возможность, сразу заменим все это. Ребята, сняли шкив, посмотрели. Сальник стоит хороший, все сухо там, поэтому решено поставить все назад. Вот сняли мы старый ремешок. Ну вот у бокам немножко, конечно, есть, но в среднем-то, в принципе, никаких изломов нету, да, Дим? Вот так в среднем-то. То есть можно на нем ездить. Было бы еще поездить, конечно. А, но хотя есть, да. Вот новый ремень купели. У официального дилера стоит 310 рублей. Вроде должен быть заводской. Ну, поставки у них вроде как бы с завода идут. Вот, 310 рублей. То есть генератор, да, слабил, подвинул. Вон, в принципе, спокойно одевается. С небольшим усилием. Потом генератор подтягивается и все, да, Дим? Да. Все оделся спокойненько. Когда меняли ремень, хотели поменять помпу. Но Дмитрий говорит, что не стоит. Вон, говорит, есть дырочка. Если видите, когда она начинает течь, то оттуда, да, капельки что-то появляется. Да, ну, там видно, что... Ну, вот она, люфта нету, потеков никаких нету. Все нормально. Поэтому решено пока помпу не менять. Смотрите, установили болт под ключ. И очень удобно. Я думаю, наверное, а сверху будет удобно? Я не знаю сверху, я никогда не откручивал. Но все равно уже под болтик намного будет удобнее, чем под под ключ, который даже из-под ямы снять почти невозможно было. Ну, бывает нюанс, после замены ремня люди могут завести машину. В связи с чем? Ну, потому что немножко неудобно одевать. И когда боклы засовывают, то загибает язычок, то есть два язычка не попадает. Ага. От датчик лимбал не работает, мне не работает. И сказать, что ты с этой машиной не говоришь. Просто нужно ровненько защелкнуть. Ровненько, ровненько идите. И защелкнуть. Без каких-либо изгибов. Еликосов, да-да, то есть по прямой. Раз-вы. Да, да, вот. Вот. С Беларуешьем, подойдите к мостеру Беларуу. Когда едешь по дороге, чувствуется колес так дыд-ды-дыд-дыд-дыд-дыд-дыд вьет. Заехал. Короче, будем менять трапецию рулевую. Вот. Есть люфт наконечников. Вот. Сейчас мы тоже в офисе дилера все это купим скажу цену чё почем и заменим трапецию полностью здесь вот такой комплект рулевых тяг официальный дилер у них продаются в магазине по цене я пока не знаю принесли со сладок по цене тоже потом или здесь написано цене сколько стоит посмотреть если там смазка ну конечно скромненько это нормально много научную просто разорвет вылези до но мы просто для интереса скрыли посмотрели смазка есть нет прорезину которую я приобрел считается грязевой уже катался на недели две не шумная потрасила 120 еду не шумит вот по снегу гребет хорошо мягкая гулу никакого нету пока я доволен яйца принципе легко шплинт открутил вытащил новый ставить но нужно будет ехать на развал потом и как работает съемник это лучше чем раньше за молотком долбили удобно конечно но кое-что тут шары у нас уж а тот жесткий хорошая шапка назад посмотрели шары все нормальные но трапеция когда трогать чувствуется люфт вся проблема червяк червяк которым лет на рулевую колонку идет будем смотреть ее но здесь все принц регулировать лифт в рулевой колонке получается не знаю даже не подлезешь вот из контргайка есть ослабляется и регулирует именно лифт люфт да я правильно понял но ребятам у официального дилера запретили сюда лазить дабы почему вот такая команда есть потому что все-таки рулевой механизм не дай бог что там вы сделаете проблему будут да будешь хранить и ну придется нам это все делать самостоятельно я выехал от официального дилера получается мы заменили только один ремень ремень стоит 310 рублей посмотрели полностью подвеску там ручник подтянули рулевую трапецию когда проверяли то есть она прямо отдавала где-то вот найти я сам ходил смотрел прям чувствуется что где-то шары вот но было решено чтобы надо заменить когда мы 1 соединили я потрогал смотрю шар жесткий давай дальше смотреть шаровые все нормальные вот решили все это оставить и как я показал то что рулевая колонка идет они сами туда не лазят официалы потом сам гараж заеду подтяну посмотрю как это все делается вот к чему хочу сказать вот дмитрий я знаю да многие вот так вот в сервис приезжают посмотрели надо менять трапецию хорошую трапецию снимают вот как у меня до 40 тысяч пробега автомобилю и ставят новую трапецию поэтому будьте бдительно находитесь около своего автомобиля всегда смотрите то что делают мастера вот обязательно за этим наблюдайте никуда не уходите никому не доверяйте доверять в наше время ребята ну очень сложно на этом все видео заканчиваю ставьте лайки пишите комментарии вот хотелось бы увидеть обратную связь чтобы вы написали обязательно комментарий вот что вы думаете вообще про это ремонт про то вот полезно не вам да вместо плоской отвертки болтик мы поставили под ключ номер восемь чтобы было удобнее снимать ремень датчика отсоединять но все будьте здоровы не болейте давайте пока датчика отсоединяем да Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok